Еще раз добрый день, вновь присоединишься. Тема нашего вебинара сегодня выбрана по просьбе слушателей предыдущего семинара. Тема на самом деле интересная. Мне не хотелось бы ее больше с позиции психологов рассматривать, но именно почему-то эмоции, эмоциональная волевая сфера, эмоциональный благополучие, эмоциональный интеллект. Такие понятия, они рассматриваются больше с позиции психологии. Поэтому сегодняшний вебинар я подготовила больше с позиции педагога, который бы и научился понимать эмоциональное самочувствие, эмоциональное состояние ребенка. И не какими-то специальными исследованиями, экспериментальными тестами для того, чтобы понять и увидеть, насколько, как он может влиять на эмоциональное благополучие. Я думаю, что, скажем, ну просто практически это более нужнее, чем, скажем, диагностика, да, работа психологов, диагностирование, конечно, работа с родителями, она тоже включается, она и должна быть. Итак, проблема эмоционального самочувствия детей в любом образовательном учреждении, это и детский сад, и школа, да, а это актуально. Почему-то понятие эмоциональное состояние – это важное условие развития личности ребенка. То есть если мы смотрим, да, наши стандарты и так далее, программы, у нас есть воспитание всесторонней развитой личности, и главное – это понятие именно формирования личности, а это одно и условие. И задача педагога – заметить в каждом воспитаннике то, что уникально, да, то есть кто-то хорош, кто-то плохой. Такого не должно быть, мы должны увидеть то, что не ограничивается рамками программ, да, которые мы преподносим, развивать и поощрять самостоятельную работу, творчество. Необходимо беречь в детях вот этот огонек пытливости, мне понравилось это выражение, да, любознательности и жажду знаний. Но ведь просто так сам огонек, он никогда не вспыхнет, поэтому нужно дать детям радость, труда, успех в учении, да, воспитание, пробудить какую-то гордость, да, собственно, достоинство. То есть как раз, особенно в дошкольном возрасте, зачатки самосознания, понимания себя, я как личности, у них возникает уже не в три года, да, когда кризис трех лет, да, а ранее. И оценка педагог, она должна нести вот определенную жизнерадостность, оптимизм, да, вознаграждение, не быть кнутом, который либо учитель, либо воспитатель погоняет ребенка, да, потому что вот ты должен это сделать, да, все делают, почему ты не делаешь. Тем самым как бы на его плечи ложится вот этот груз, да, и ребенок уходит в себя, начинает переживать, да. Но в то же время оценка не должна баловать ребенка. Конечно, в младшем дошкольном возрасте мы говорим, все молодцы, все хорошо нарисовали, все справились, все мы хорошо позанимались. Но чем старше дети, тем дифференцирование она и должна. Понять эмоциональное благополучие, да, какими педагогами, психологами в большей степени она рассматривалась. Какие сложившиеся подходы к определению эмоционального благополучия, именно, да, целесообразно рассматривать как взаимодополняющие, определяющие разнообразные грани этого сложного понятия. Вот именно вопрос эмоционального благополучия дошкольники, они были в центре внимания научной школы Запорожца, да, его последователи и рассматривались, рассматривались в рамках эмоционального мира ощущений. Тоже одно из понятий, которое входит в понятие эмоционального благополучия. Отечественные исследователи Абрамян, Лисина, мы знаем, да, что она работала в области, изучал общение, да, детьми, ну, более-менее, другие. Ирибина, и Филиппова, они определяют это явление как положительное, устойчивое, комфортное самочувствие, переживание удовольствия, успеха. Ну, как бы можно добавить и спокойные переживания, неудач, да, то же самое, то есть, чтобы не получилось в этот раз, в следующий раз получится таким образом вот это вот устойчивое комфортное самочувствие. На мой взгляд, это, ну, более полно объясняет вот это понятие. В последнее время эмоциональное благополучие дошкольника изучается с точки зрения субъективной характеристики, качественной оценки эмоционального состояния ребенка, а также с позиции именно психологической безопасности всех субъектов образовательной среды. То есть мы видим педагогов, да, кто занимался в данной области, это и Пожиткина, и Мириманова. В контексте адаптации ребенка к условиям среды Иванова-Шаповаенко. То есть исследования есть, они ведутся, тут другой вопрос, в аспекте чего рассматривается данное понятие. И для того, чтобы определить, то есть насколько благополучны, да, эмоционально дети, их уровень, да, конечно, необходима диагностика, да, то есть как бы на взгляд, да, можно определить эмоциональное благополучие, но это прежде всего эмоционально положительное самочувствие, мы это сразу видим. Все написано на углу, да. Эмоциональное состояние ребенка в условиях семьи, то есть может быть в детском саду ему хорошо, в школе хорошо, дома, значит, некомфортно. Для этого вот мы как раз отметим, какие тесты можно провести. Тревожности, эмоционально устойчивость, то есть как реагируют именно на, скажем, неудачи, да, уровень тревожности, это обязательно, потому что вот именно тревожность, оно и влияет на эмоциональное благополучие. А что тревожит ребенка? Страхи, неврозы, да, что включены, это мы, конечно, должны выявить. Ну, здесь уже будет работа психологов, да, индивидуально. Ну, и уровень самооценки, да, как она, то есть если мы понимаем, что у ребенка заниженная самооценка, да, он как бы сразу, я не умею, у меня не получится, там, и так далее. А адекватно, то есть нормальный уровень, так сказать, мы больше, там, критерий, да, весов, заниженная, завышенная, завышенная, я смогу, я сделаю, у него не получилось, все, падает, да, самооценка упала, значит, может быть, вот какая-то истерика, депрессия, да, у детей возникает. Хотя это цеплен вообще не применялся детям до школьного возраста, но в последнее время мы видим и такое. Поэтому для диагностики можно использовать следующие методики, да, это проективные тесты, тест на определение уровня тревожности, да, вот именно тревожности. Автор темпл Дорки Ямен, методика шкала социально-ситуативной тревоги, то есть опять это уровень тревожности, то есть мы видим тесную связь именно эмоционального благополучия с тревожностью. Конечно, мы стараемся оградить детей, да, немного от этого, но мы его ограждаем, ограждаем, а потом раз и так или иначе он сталкивается с какими-то проблемами, да, которые так или иначе через средства массовой информации, да, или что-то происходит, на него это ложится. Соответственно, постепенно готовить и выявлять, что же тревожит ребенка, это необходимо. Проективные методики на выявление уровня самооценки старших дошкольников. Почему именно старших дошкольников, на мой взгляд, тогда уже как бы у детей она сформировалась, да, эта самооценка, вот какая она, это можно выявить. С помощью методики нарисуй себя авторами, прихожан и висикуляуски. Вот методика Лесенко интересная, это как раз определяет уровень общения, дальше мы по критериям также определим. Тест опросник родительского отношения в Арде Столина, ну и рисуночный тест «Моя семья». То есть так или иначе мы видим, если дети даже не, педагог, да, не просит ребенка, он рисует свою семью, да, то есть когда самостоятельная художественная деятельность, да, это говорит именно о комфортном эмоциональном благополучии, особенно в семье, да, рассказывает о членах семьи, выделяет, да, значит, что они делали и так далее. И на мой взгляд, вот такой вот тест, да, «Моя семья», он о многом говорит, потому что ребенок, он, если у него спросить, да, что тебе тревожит, что тебе, что, чего ты боишься, он может не сказать. И, а вот через рисунок, потому что рисуночные тесты, вот они как раз являются проективными, и мы можем наблюдать как раз через взаимоотношения членов семьи, да, что тревожит ребенка в семье, как бы, чего не хватает ему. То есть это многое расскажет, простой рисуночный тест «Моя семья». Вот тест-опросник Варгистолина, он направлен именно на выявление родительского отношения, да, который как фактор, влияющий на национальное самочувствие. И, соответственно, исследователем был проведен и отвержение, да, такой балл именно по данному критерию составил 23% родителей. То есть родители данной группы воспринимают своего ребенка неприспособленно, неудачливо, испытывают к нему немножко такое раздражение, да, ну, как бы, хотели там гундеркинда, да, не получилось, да. Вот. Обиду, может быть, да, не доверяют, не уважают его, то есть они, как бы, ну, у тебя не получится, то есть не привлекают его к какой-либо деятельности, совместной деятельности, не говоря уже о общении. Следующий критерий, как социальная желательность, да, 18% родителей заинтересованы в делах и планах ребенка, стараются помочь ему, высоко оценивать интеллектуальные творческие способности ребенка, но он, конечно, испытывает чувство гордости за него. Видите, этот процент, ну, я не сказала, что намного ниже, да, чем отвержение, но многие родители считают, что их ребенок, то есть, ну, это одна пятая, да, уникален, как бы, имеет свои особенности, да, скажем, то есть, гениален, да, скажем, их ребенок один такой. Симбиоз 21% опрошенных родителей ощущают себя и ребенка единым целым, стремятся уритворить все его потребности, оградить от трудностей и неприятностей жизни. Родители данной группы постоянно ощущают револю за ребенка, он кажется им маленьким и беззащитным. Вот данный критерий, симбиоз и, скажем, говорит о том, что хорошее взаимоотношение, но в то же время излишняя гиперопека идет, да, над ребенком, вот ограждать, да, от каких-то проблем совсем-совсем ребенка, конечно, тоже не желательно, то есть, но постепенно для того, чтобы понимал всю правду жизни, да. Гиперсоциализация. 10% родителей требуют от ребенка безоговорочного послушания, дисциплины, пристально следя за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками, мыслями и чувствами. Возможно, если разобраться, да, там, мамы, да, которые одни воспитывают, особенно мальчиков, да, оберегают его. Мы знаем, что все проблемы идут из детства, и поэтому мы там отметим, что уже на что-то может повлиять. Инвентилизация. 28% это увлечение интереса мысли ребенка, кажется, родителям детскими и несерьезными. Для них ребенок, он представляется неприспособленным, неуспешным, то есть, открытым для негативных влияний, да, значит, пойдет на улицу и обязательно научится, да, или там, с кем он дружит, не дружи с ним, он тебя научит плохому, это все от него ты научился. То есть, родители стремятся оградить его от трудностей жизни и строго контролируют действия ребенка. По большей части данный тест, он характеризует именно больше такую гиперопеку, да, и это мы вот через данные критерии можем наблюдать. Ну, как бы, раз это проективная методика, есть, может быть, субъективные отношения, да, поэтому только по одному тесту судить о взаимоотношениях детей в семье и родителя, родителя ребенок, как бы, конечно, не стоит. Вот методика лизинга, да, это модификация щур и нарисуй себя. Значит, определяются три основных уровня эмоционального благополучия по данной методике у дошкольников. Высокий уровень здесь, то есть именно эмоционального благополучия, да, принято понимать, если мы исследуем, диагностируем детей по данной методике. Это владение адекватными способами выражения своего внутреннего состояния, положительный эмоциональный настрой в социальной среде, эмоциональная устойчивость при взаимодействии с окружающим миром, заботливое отношение к миру, чувств людей, предметному миру, низкий уровень тревожности, адекватный уровень самооценки. Ну, понятно, да, что мы будем говорить, что это, как бы, очень хорошо. Средний уровень эмоционального благополучия тоже, когда эмоциональная реакция при взаимодействии с окружающими, но не всегда адекватна, но, как бы, ну, сказать, в норме, да, недостаточная инициативность при общении со взрослыми сверстниками, предпочтение исключительно пассивных ролей, безучастных, неумение улаживать конфликтные ситуации, то есть обойти стороной, да, повышенная тревожность, раздражительность, заниженная самооценка. То есть, можно сказать, что уже проявляется такой вот немножко сниженный уровень, да, ну, и низкий уровень, конечно, это вообще не желание, неумение в взаимодействии со взрослыми сверстниками, отсутствие инициативы в общении, отсутствие самоконтроля в действиях и поведениях, то есть на себя конфликтность, агрессивность, высокий уровень тревожности, так далее. Но, опять же, вот, как бы, это методика психологического характера, да, мы можем, да, ее использовать для комплексного обследования, но в то же время, как бы, только по ней судить, да, о каких-то, то есть по низкому уровню, да, эмоционального благополучия или, скажем, что ребенка волнует, то есть мы и так можем узнать, да, находя общий язык с ребенком, что его волнует. И вот главные причины нарушения эмоционального благополучия, их не так много. Нарушение режима дня. Казалось бы, да, какое отношение к нарушению режима дня, но мы знаем, это влияет и на здоровье, на общее самочувствие. Общее самочувствие так или иначе сказывается на эмоциональном благополучии, да, то есть те же неврозы, которые влияют на самочувствие. Соответственно, любое нарушение режима дня, смена обстановки немножко, как бы, вносит переживания. Несогласованность требований к ребенку, особенно между родителями педагогов, между старшим поколением бабушками, дедушками, родителями и так далее. Ребенок, который эмоционально устойчив, он сможет хитрить, да, к этому подходу, но у детей, у которых именно, на мой взгляд, заниженная самооценка, да, воспитатель сказал там, что нельзя, а родители так делают. И у ребенка двоякое мнение. Вроде бы авторитеты воспитателя есть, да, педагога, и, значит, родители, да, и он не знает, как уступить. И тут опять тревожность, опять, значит, непонимание, да, что, как бы, соответственно, и происходит. Значит, желание родителей научить своего ребенка знаниям, которые не соответствуют его возрасту. Казалось бы, да, что у нас идет раннее развитие, да, и родители начинают с трех лет, если ребенок умеет читать, значит, это хорошо и так далее. Они считают, что они его развивают, и это хорошо. Понятно. Но это является одной из причин. Не нужно лишать ребенка детства, да, детства, когда он должен больше рисовать, конструировать, играть, да, общаться на уровне, да, а не там, он в три года ничего не умеет, четыре года, а ты у меня уже там пять лет отдадим школу, да, чем раньше, тем лучше. И опять же, вот желание научить, да, ребенка новым знаниям, большому количеству, да, различных кружков, да, особенно интеллектуального характера, перенасыщения, изобилие информации, следующая причина. Это нагнетание, трудность, он будет бояться, что он не усвоит весь материал. Конечно, одной из причин также будет неблагополучное состояние в семье и через рисуночный тест «Моя семья», как мы уже говорили, это все будет видно. Желание родителей быть с ребенком в местах массового скопления людей. Это означает то, что для современного ребенка стрессовой ситуации становится все то, что является ободенной жизнью для взрослого человека. Это не проходит бесследно, и у детей появляются такие, в кавычках, взрослые болезни, как бессонница, язва, холид, мигрень, потому что на самом деле это взрослые болезни. Но, как утверждает статистика, уже у детей ранее. У меня случай тоже был, почему ты не играешь? Я запачкаю платье, у меня мама бутуга. Представляете, это же стресс какой у ребенка, ей хочется играть, но она не может, потому что неодобрение у родителей. Конечно, вроде бы, может быть, родители им не так, скажем, остро поставили вопрос на это, но в то же время сверхчувствительный ребенок, подверженный именно тревожности, он это воспримет близко к сердцу и дальнейшего. И бессонница, и другие заболевания. Чрезмерная строгость родителей или взрослых, наказание, боязнь ребенка сделать что-то не так, у тебя не получится, и так далее. Связано, да, значит, с тем, как раз вот, может быть, гиперопек, да, это, недоверие, опять же. То есть ребенок понимает, что со стороны взрослых, то есть взрослые окружающие его не доверяют ему, и опять это является именно причиной нарушения. Подумайте, вот, как бы, вот, ну, и раскрыто восемь причин, да, а на ваш взгляд, по вашему мнению, что еще может быть причиной нарушения эмоционального благополучия ребенка? Я думаю, что вот тут каких-то внешних факторов, да, не рассматривается, но средства массовой информации, да, те же гаджеты, они ведь тоже могут нарушить эмоциональный благополучие. Мне будет интересно узнать, что бы вы еще назвали. Так, и вот тут как один из исследователей определил, что в общении и взаимодействии с детьми желательно следовать правилу трех П. Понимание, умение увидеть ребенка изнутри, смотреть на мир одновременно с двух точек зрения, своей собственной и ребенку, и видеть мотивы, да, побудительные мотивы, движущие ребенка. Почему он это натворил, да, натворил плохую жизнь, да, почему он это сделал, поставить его на, то есть себя на его место. Конечно, в этом будет заключаться индивидуально дифференцированный подход детям. В группе детей не менее 20 это слог, да, поэтому здесь, конечно, должно быть это понимание, ну, и любой педагог, он психолог внутри, да, и должен, конечно, со своей точки зрения немного уделять внимание, да, то есть для этого бывает время, ребенок позже остался поговорить, когда друг друга. Принятие. Безусловное положительное отношение к ребенку и его индивидуальности, независимо от того, радует он в данный момент или нет, как говорит взрослый, я отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием или нет. Какая фраза хороша для того, чтобы довести до детей, да, что его принимают таким, какой он есть. Признание. Прежде всего, право ребенка в решении тех или иных проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. Поэтому применение в современной педагогике исследовательского, проблемного метода, важных, чтобы ребенок сам находил выход из любого положения, да, сам подумал, чем он будет рисовать, да, какое-либо животное, чтобы лучше передать фактуру шерсти. Как он лучше будет, значит, конструировать, предлагать решение своей, поставленной задачей педагогам. И это наиболее важно. Это будет развивать его воображение, самостоятельность, инициативность, да, определенные лидерские качества, которые важны для ребенка, для его комфортного ощущения в коллективе. Ведь от того, какой коллектив, да, как дети общаются между собой, а детский коллектив этим руководит педагог, да, он обращает вот так, бывает там ребенок с отруками, его не веруют в игру и так далее. Что мы должны сделать с своей стороны, да, значит, найти его хорошую сторону, приобщить к игре, общаться с ним, чтобы другие дети обязательно подойдут, будут общаться, значит, включать его в игры, да, при распределении ролей, как он себя покажет. То есть в любом ребенке есть то, чем он может выделиться, чем понравится, да, и у него, соответственно, появятся друзья. И вот такие рекомендации для достижения эмоционального благополучия. Это ласковый взгляд, который снижает уровень тревогности и уменьшает страхи у ребенка, вот страхи, да, укрепляет в нем чувство безопасности и уверенности в себе. Использовать в работе телесные формы общения, нежные прикосновения, поглаживания, объятия, поглаживания. То есть просто, да, значит, вот по руке погладили, да, и ребенок успокаивает. Это же не значит о том, что это хорошо, да, дети обнимаются, ну, они искренне показывают свою любовь, да, к взрослым. Но в то же время, вот, это снижает тревожность. Особенно со стороны родителей, да, когда, ну, не получая достаточно пристального внимания, ребенок начинает испытывать беспокойство. Основным компонентом эмоционально развивающей среды, вот у нас есть предметно-развивающая среда, образовательная среда, эмоционально-развивающая среда является компонентом, общей образовательной среды является оформление интерьера, группового помещения. То есть это благоприятное цветовое оформление. То есть мы знаем, как давит излишняя мебель какая-то большая, громоздкая, да. Соответственно, если окна выходят на холодные стороны света, да, там, теплые оттенки, удобная мебель, да, потому что почему вот дома мы чувствуем себя комфортно? У нас мы покупаем мебель, себе путают, что нам не нравится, мы не садимся на это кресло, нравится, мы садимся. Это комфортный температурный режим, это пространственное решение группы, когда можно использовать, да, уголки уединения. Они как были, они так и остаются, да, и это важно как раз для эмоционального благополучия. Используем и в оформлении класса, и группы уголка приветствия, уголка достижений детей, да, то есть гордости, когда дети хвастаются своими достижениями. Уголка гнева, да, то есть можно такой коврик злости, значит, когда разрешение конфликта, да, отправляем ребенка в резиновый шипованный коврик, на котором дети могут подаптаться, да, интересное решение. Вроде бы и, а в то же время, подошву ног, да, профилактика, коробочка гнева и раздражения. То есть это любая коробка, куда ребенок, смяв лист бумаги, порвав, то есть мы даже знаем, да, такое, от страха избавляться, когда ребенок нарисует свой страх, да, его, значит, порвут, да, и вообще, да, куда-то далеко-далеко нужно запрятать, да, сложить, выбросить и так далее. Вот, значит, подушка-колотушка, не зря же, да, игры, да, подушками, да, это интересно, поэтому, скажем, не с друг с другом, да, гневно там превращая в драку, да, а именно для успокоения. Мешочек для крика, ковер дружбы, да, как касали друг на друга, против друга, и они, значит, ставятся примириться, да, конечно, важно, чтобы педагог, ну, не просто, да, ты иди и сядь туда, а именно обратил внимание, как они мирятся в той спорте, чтобы для других детей тоже это было уроком, скажем, и так далее. Лилия Рафитовна, попробуйте, пожалуйста, перезайти или обновить страницу или перезайти. Юлия Попова, не волнуйтесь, да, Елена, не... Да, звук не пропал, Лилия Рафитовна сейчас к нам вернется. Небольшой интернет нас немножечко сегодня подвел, небольшой сбой у спикера, буквально пару минут, надеюсь, что все сейчас нормально будет. Коллеги, пока мы ждем Лилию Рафитовну, можете скачать презентацию из вкладки файлы, забирайте ее оттуда, она предоставлена для скачивания. Да, вот все, Лилия Рафитовна вернулись, надеюсь, что звук сейчас есть. Как-то у меня автоматически все отключилось, и все? Да, нет, все нормально, главное, все быстро перезагрузились, так что все нормально. Коллеги, если звук не появляется у Лилии Рафитовны или у вас что-то подвесло, вы у себя на устройстве нажмите обновить страницу или выйдите и зайдите в вебинар заново, чтобы он старую информацию скинул. Все идет в записи, все будет нормально, поэтому все, отдаю эфир Лилии Рафитовне обратно. Спасибо. Ну и лучшим средством, конечно, для снятия вот этого нервного напряжения является физическая нагрузка, да, и мы даже как взрослые, да, иногда вот нам нужно, да, эту агрессию, да, посаниматься, вот эту злость, да, на том. И это хорошо и для детей тоже, скажем, вот эта физическая нагрузка, она будет способствовать тому, что идет снижение гнева, да, снижение вот этой тревожности, да, то есть я сейчас потренируюсь, да, и у меня все получится, все будет хорошо. Ну и, конечно, четвертая составляющая – это эмоционально активизирующая совместная деятельность педагога с детьми. Чтобы ребенок познавал окружающий мир, работа педагога должна строиться полностью на том, чтобы он все рассказывал, узнавал, да, может быть, дети больше что-то знают, они слушают их, да, они так авторитарно, там, значит, постоянно, вот я не знаю, почему так произошло, как вы думаете, да, может, это кто-то знает, почему сегодня там на прогулке, да, значит, ну, там что-то с явлениями природы, да, связать. И это важно, и ребенок в следующий раз обязательно захочет узнать, почему это так произошло, не только от педагога дома, да, через интернет, благо, доступ у них к этому, конечно, сейчас есть. Значит, система комплексного подхода по созданию именно эмоционального благополучия детей в детском саду состоит из трех этапов. Это вот создание условий предметно-развивающей среды, которую мы рассмотрели, да, частично. Это, конечно, технологии, которые направлены, именно педагогические технологии, почему я на этом заостряю внимание, потому что, да, работает психолог, но тесная вся сработа психолога и воспитателя, да, не зря же у нас именно педагог-психолог, да, и совместная работа, она должна идти, если уже воспитатель, да, либо учитель не справляется с агрессивностью, с тревожностью, да, то есть вроде бы ребенок замкнул, тихий, но это хорошо, да, считают психологи, он не мешает на занятиях, он не мешает на урок благодать, да, но в то же время мы должны понимать, что это нехорошо, да, ни к чему хорошему в дальнейшем это не приведет. Поэтому технологии и обязательно взаимодействие с семьями воспитанников. Вот мы говорили о предметно-развивающей среде, о том, что необходимы уголки уединения, для малышей это больше домотека, потому что они, то есть дома у них комфортная среда, и чтобы лучше прошел период адаптации, да, используют предметы, принесенные из дома, да, но не так, чтобы там, я никому не дам играть, да, это личное, поэтому детям это нужно объяснять. Для детей постарше используют мобильные домики-трансформеры, дающие возможность уединиться в случае необходимости от шума в окружении свеженька, как бы восстановить эмоциональное равновесие. Также в группах должен быть уголок настроения или же уголок эмоций, где дети в течение дня могут подходить и менять свое настроение фишками. Ну, те же смайлики, да, то есть не зря же мы вот используем, мы эмоции передаем через смайлики, да, насколько настроение, и в школе-то можно особенно, да, широко использовать, для чего-то же они. Они как раз передают настроение. Когда словами не описать, да, эмоции можно, так же они должны уметь определять, да, то есть если мы, рассматривая произведение искусства, должны определять, какое настроение. Вот сидит Аленушка, да, в картине Восемьковой. Она грустная, печальная или просто задумчивая присела, отдохнула, да, около, да, засмотрелась на водную гладь. То есть именно у картинок эмоциональное состояние. Ну, конечно, это игры, да, игровые упражнения, скажи доброе слово, зеркало. Да, значит, изобразить ту же эмоцию, которую показывает напротив стоящий ребенок. Я радуюсь, когда, и рассказывай, да, и рассмешивая царевну, не смеяну, да, когда грустно, интересно, этим это играть. Отгадай настроение мое, да, какое. Воспитатель даже может сказать, вот, отгадать, какое у меня сегодня настроение, а почему я грущу, да, или наоборот, скажем, то есть выглянуло солнце, да, хорошо, значит, ждем весну, хорошее настроение, да, то есть от нашего настроения будет зависеть, как пройдет дальнейший день. Обида и грустишка, ну, что-то, живые картинки, да, которые меняют настроение. Ну, вот сказка-терапия, театрализованная деятельность, как раз, где мы можем показать, то есть вжиться в роль, да, определенных персонажей и показать. Вот игры с водой, почему мы эту тему затронули, да, когда на предыдущем вебинаре по здоровьевоберегающим технологиям с детьми с особыми возможностями здоровья мы говорили о том, что вот игры с водой, да, сухой бассейн, бассейн, песочная терапия, арт-терапия, оно расслабляет, и ребенок как бы достигает эти технологии, направленные на именно эмоциональное благополучие. И, соответственно, они в комплексе решают и оздоровительные, да, задачи, и в то же время как раз на психическое настроение, ну, да, на психологический климат, да, в группе отдельное ребенка, настроение отдельного ребенка, ну и, конечно, эмоциональное благополучие. То есть многие упражнения, манипуляции с предметами нельзя же, да, вот не зря же вот это как спиннер, да, да, ребенок думает, крутится, да, он успокаивает, да, популярно. Или же, ой, с головы купить, да, вылетело, да, то есть это снятие эмоционального напряжения. Вроде бы нам интересно, да, какие, какое напряжение, что у детей может быть, да, чего они могут нервничать. Но вот как раз в себя, когда, ну, это напряжение в нем копится, да, нервозность и так далее, потом может выплеснуться непонятно во что. То есть вот эмоциональное мышечное напряжение, это очень важно, потому что мы сразу по лицу, по мимике можем определить, напряжен ребенок или он спокоен, да, все как бы на лицо. Почему есть такое? У тебя все на лице написано, как раз это можно и определить. головоломки, вертушки, вот, да, спины, вертушка же, да, какие-то мелкие игрушки, вот те же четкие есть, да, они ведь тоже успокаивают. Эмоциональное благополучие отражается в чертах поведения и чувствах ребенка. И именно по эмоциональному благополучию можно судить, значит, о наличии у него сформированного базового доверия к нее. И в дошкольном возрасте ребенок знакомится с эмоциями. Почему? Потому что именно с дошкольного возраста мы должны начинать знакомить. Какие эмоции, почему он испытывает, то есть охарактеризовать, да, свою эмоцию. Каким способом нужно реагировать на деленные события, вот, названия, учиться определять их у себя, у родителей, да, у других людей окружающих, да, и узнает способы преобдоления гнева и агрессии. Самое главное в этом возрасте научиться полноценно проживать весь спектр чувств. То есть ведь эмоции, они как бы не делятся на хорошие или плохие, да, потому что они все одинаковые, но нам главное уметь перебороть, да, и задушить негативные, да, то есть взрослые считают, что есть плохие и так далее, да. То есть есть всем эмоциям, есть место в душе человека. И если часто дети слышат, да, не плачь, там, маленький что ли, да, какая-то ерунда, там, или вот недерится девочка и так далее, ну, конечно, здесь идет понятие о гендерном различии, да, мы на это обращаем внимание, но в то же время, вот, скажем, какая эмоция, эмоция обиды, да, значит, почему ты плачешь, да, тебе обидно, да, а почему обидно, из-за чего, то есть необходима именно вот такая тонкая беседа, вот. И как часто, значит, вообще таких высказываний очень много, да, это и есть подавление эмоций ребенка, их вообще обесценивание, то есть то, что заставляет ребенка стыдиться себя, да, и своих собственных эмоций. Вот к нам подключились и из техникума, да, конечно, мы рассматриваем больше, там, дошкольный возраст, да, школьный возраст, и что делать, да, чтобы как бы родителям, ну, прежде всего родителям, да, потому что они главные воспитатели детей, чтобы достичь эмоционального благополучия. Прежде всего проговаривать ребенку вслух те эмоции, которые он испытывает именно в разные моменты. Обида, радость, тебе сейчас радость, да, значит, вот смотрю, ты улыбаешься, а почему ты улыбаешься, ты веселый, да, у тебя хорошее настроение, да, а что заставило тебя улыбаться? Казалось бы, это вот такие повседневные, не обязывающие ни к чему разговоры будут способствовать тому, что он сумеет различать, да, каждое состояние и свое состояние, настроение, да, и дать определенное название. Раз за разом определяет ребенок понимать, что чувства бывают разные, и он имеет право на каждое из них. Каждую эмоцию родители описывают через я-сообщение. Мне кажется, что тебе сейчас не очень весело. Я заметила, что ты сейчас такой счастливый, как солнечный зайчик. Я вижу, ты очень растерян. Мне кажется, ты сейчас сердит, как тигр. То есть вот это несоотношение, да, сопоставление, да, с животными тоже интересно, да. Вот. Я так горжусь твоими увлечениями, да, я радуюсь, когда ты радуешься. Сейчас я очень сижусь из-за разрисованных обувь, да, или там, значит, учитель, да, на парте рисовал и так далее. Вот. И вот можно, да, сказать тоже, значит, я злюсь, когда меня не слышат, да, воспитателю, педагогу, да, вот определить, а почему я злая, как вы думаете, да, какое у меня сейчас настроение, да, вы злая, а почему я злая, и тогда, и вот, соответственно, уже научи детей именно распознавать эмоции. И сравнивая чувство ребенка со сказочными персонажами, героями мультфильмов, да, там фильм интересный, или супергероев, на которых они хотят равняться, да, тут тоже определить, а почему ты хочешь, да, там, он там всех убил и так далее, да, врагов. Но ведь и дальнейшие беседы, да, если сотворить себе кумира, почему они выбирают, да, только ли по этому критерию нужно судить. С животными, явлениями, природами, то есть взрослые, тем самым помогать ему понять самого себя, изучить себя, это главное. Также можно использовать пластилин, да, чтобы вылепить саму эмоцию, нарисовать, да, и вот песочная терапия для успокоения, ну, тут же он может, там, значит, там, соблюдить какую-то гору, да, вот эту гору песка, там, что-то в нее воткнуть и так далее, таким самым выплеснуть, да, свою агрессию. Поэтому вот такое проигрывание эмоций, это очень важно. Сиди, подумай, да, о том, что ты сделал, а потом ты мне об этом расскажешь. И это очень важно, потому что если ребенок там так же на стульчике сидит, да, как бы не думает, ему нечего будет сказать педагогу. Как для родителей, так и для психологов в детском саду важной задачей выступает умение ребенка самостоятельно выражать. Вот мы сказали, да, сравнивая, так, у меня повторение, как вы, извините. С помощью следующих вопросов можно побудить и анализировать свое состояние. Тебе весело или грустно, интересно или скучно, ты обижен. То есть это простые вопросы, которые родители могут задавать, да. Также вот чувство эмоций, да, полярное, радость, печаль, отличие, гнев, ликование, зависть, восторг, ненависть, любовь, скука, груст. Чем отличаются, соответственно, анализируя эмоции персонажей, да, как бы не только живых, а вот именно по картинах. Радость, восторг, да, вроде бы одно и то, что нам казалось, да, улыбка и так далее, тоже радостное расстояние и тонкое развлечение радости и восторг. Это ведь не каждому данному. Злость или просто раздражение, да, в чем как бы будут эти грани перехода, да, от обиды, злости, от злости к раздражению, да. Казалось бы, синонимичны, да, эти понятия, особенно для детей. Поэтому научить ребенка распознавать, да, распознавать. И взрослый должен, конечно, сам понимать, да, и, ну, именно распознавать. И вот такие правила для благоприятной атмосферы в семье, да. От того, как вы разбудите ребенка, зависит его настрой на везде, да. Соответственно, какие слова вы будете использовать. Режим. Мы говорили, что это одна из причин нарушения, поэтому должен соблюдаться. Если есть возможность погулять, не упускайте ее. Рассматривайте все окружающее, цветы, деревья, облака. Обсуждайте, на что это может быть похоже. Придумывая интересную историю об увиденных. Встречая ребенка из детского сада, не спрашивайте у него, что он ел сегодня. Это обязательно будет. Что ты поел, да. А спросите, как прошел твой день, что интересного произошло. Чем вы занимались на прогулке, чтобы ребенок через себя прокрутил и вспоминал. То есть заставить его вспоминать. Тем самым мы и память будем развивать, да. И мышление. Всегда радуйтесь успехам ребенка. Поддержите и в момент его временных неудач. Ведь поддержка важна для формирования уверенной в себе личности. Терпеливо и с интересом слушайте рассказы о событиях его в жизни. Ребенок должен чувствовать, что он любил. Даже если он что-то натворил. Да, он должен понимать, что родители не станут меньше любить его за ним. И как раз, скажем, готовясь к вебинару, я нашла такие, скажем, высказывания, да, что это вот у Маслоу есть одна из важных потребностей в жизни человека – это потребность безопасности. Особенно в раннем возрасте она обеспечивается родителям. И если ребенок получает от родителей любовь и поддержку, у него возникает состояние эмоционального комфорта. Это будет обеспечивать доверительное, активное отношение к миру. Формирует высокую самооценку, самоконтроль, ориентацию на жизненных успехах. А если же наоборот, то неблагополучие, да, вот это будет проявляться и в агрессии, и в подавленности, и в страхах, обидах, особенно, да, то есть на взрослых. Изолированности, которые будут сопровождать все его, ну, всю его дальнейшую жизнь. И вот, говоря о каких-то поступках уже, там, в подростковом возрасте, да, и старше, да, когда они совершают, вот, обычно копают, да, взаимоотношения в семье. Какая семья была, значит, чего достигла, да, значит, чего он достиг благодаря семье или же нет, да, то есть вот копают именно взаимоотношения в семье. Даже преступника, да, характеризуют, там, или он, там, маленький сынок, ему все было позволено, или же он, как бы, не получал от родителей полного внимания. И вот это негативно сказалось по такому его, там, преступлению. Вот условия эмоционального благополучия детей в группе детского сада. Это, чтобы быстро адаптироваться к условиям, то есть постепенное приручение к режиму, пище, да, потому что так или иначе все равно дома у нас немного другой режим, другой, ну, скажем так, да, вот, приносить в группу игрушку любимую, ну, использовать различные сюрпризные моменты, больше играть, да, дети. То есть когда педагог знает много игр, заинтересовывают, и детям интересны, и потом в дальнейшем они будут тоже самостоятельно их организовывать. Наличие в группах так называемых телефонов доверия, по которым можно позвонить маме. Ну, это же, как бы, ребенок будет, ну, имитировать, воображать разговор, да, с мамой, но в то же время там на что-то пожаловаться, да, и так далее. Наличие семейных альбомов, это очень важно, да, ну, уголков психорелаксации, мы говорили, да, это и уединение санами с развивающей среды, где дети в течение дня, как бы, праздник или свободно могут играть, мешать друг другу. Это применение физминуты, казалось бы, чего, но как раз это смена видов деятельности. Мы говорили, что именно физическая нагрузка, она вот снимает, да, определенный стресс, тревожность, да, в то время утомляемость. Часто классивным детям можно давать установку на интересный завтрашний день, да, чтобы он хотел прийти в детский сад, проведение утра радостных встреч, позволяющих каждому ребенку ощутить себя в центре внимания. Обращать просто на внимание, на внешний вид, значит, почему ты сегодня эту косточку одел, у тебя такое настроение, там, хотя же, и тем самым он уже, да, что мама, родители, да, на него начинули, а будет понимать, да, и уже под настроение, да, как мы идем, если под настроение, там одеваем на такое настроение, да, нет настроения тоже. То есть это сразу сказывается не только, скажем, на лице, да, но и на нашем внешнем виде. Демократичный стиль общения, да, он как бы вообще необходим, то есть не над, а рядом, глаза в глаза. То есть при общении с ребенком желательно, конечно, присесть на уровне класс, да, для того, чтобы именно ребенок пошел на разговор, скажем так. Соблюдение воспитателем принципов психолого-педагогического сопровождения, главным из которых является, ребенок всегда прав, неправым может быть только взрослым, чья программа ребенку неинтересна. Ну, нам в силу того, что необходимо проводить организованную образовательную деятельность, скучные уроки также, да, можно. В коллективе, да, какие признаки благоприятного эмоционального психологического климата? Это хоровое настроение вообще детей в целом, да, свободное отправление детей всех естественных потребностей, то есть сами играют, не нужно заставлять, идем, идем, да, в игру. Доброжелательность к сверстникам и взрослым, способность детей занять себя интересным делом, вот отсутствие детей-аутсайдеров, то есть которые там, изгои, да, возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться, на это должен уже педагог обратить внимание, да, кто их детей хочет. Отсутствие давления и манипулирования детей со стороны взрослых. Высокая степень эмоциональной включенности, да, взаимопомощи, сопереживания, которые вызывают флустрацию у кого-либо, ну, у кого-либо, ну, у кого-либо из воспитанников. Ну, и вообще, как бы, если мы говорим о коллективе, да, поэтому здесь желание участвовать в этой коллективной деятельности, вместе, вместе распределять поручения, ну, и, как бы, благодаренности тех надвижностей к определенной группе сверстников, да, школы, и группа самых хороших, и класс самых хороших, так далее. В школе это, как бы, наиболее, да, заметно становится, поэтому, как называют, а, эти ашки, там, а, эти бэшки и так далее, то есть, какой-то даже ярлык немножко навешивают, но это, конечно, не должно исходить именно от педагога. И, так, какие способы, да, формирования, значит, благоприятного климата? Ну, я так сильно останавливаться не буду, давайте, значит, это общие интересы, да, чтобы организовать общие дела, какие-то традиции группы должны сформировать, создавать ситуации коллективного сопереживания, значимых событий, да, значит, кому-то радостно он должен поделиться этой радостью, рассказать об этом, это будет хорошо. Кому-то грустно должен поделиться, и, как бы, дети должны посочувствовать, то есть, сочувствие эмоций, это тоже очень важно. Значит, поощрять открытости, вот, да, доброжелательности, конструктивным способом разрядки негативных эмоций, не навязывать друг другу свое мнение, выслушивать интересы каждого, приходить к общему компромиссному решению, создавать условия для повышения комфортности, самочувствия детей в группе и сохранению стабильно положительных отношений между людьми и воспитателями. Развивать коммуникативную культуру, навыки общения, сотрудничества, да, ну, и менее потребность в познании других людей, да, то есть, чтобы понимать, да, что-то, вот, он постоянно стоит, а почему, значит, это вот, сосед какой-то злой, почему, да, как вот, ну, бывает так, да, и взрослые как относятся, это же отношение передается и другим членам семьи, да, понять, значит, этому это должно объяснить взрослые. Ну, вот в младшем и среднем дошкольном возрасте дети больше эмоциональные, да, то есть мы эти эмоции как раз видим на лице, они бурно их выражают, да, и поэтому взрослые должны использовать именно этот момент для уже, да, то есть более сенситивный период для развития. А вот эмоциональное неблагополучие, которое связывается, конечно, с затруднениями в общении, которое не может, да, ребенок высказать, передать и так далее, приводит к прорычным типам поведения. Это неуравновешенное, инкульсивное поведение, да, которое характерно для быстро возбудимых детей, ну, это уже психологическое, да, мы поэтому и термин, да, значит, такой используемый, значит, гиперактивность детей, да. Второй тип поведения характеризуется устойчивым негативным отношением к общению, то есть замыкается в себе, не хочет ничего передавать. И третий тип поведения здесь говорит о том, что у детей страхи, да, то есть ребенок всего почему-то боится, да. Бывает навязывание со стороны взрослых этих страхов, да, или, значит, не получила страх темноты, да, а кто навязывает? Мы взрослые, да, мы включаем цвет и говорим, не будешь спать, бабайка, и так далее. Упражнения, направленные на эмоциональное развитие, то есть на накопление эмоций, на эмоциональное общение ребенка со срезниками, на преодоление негативных эмоций, на снятие эмоционального напряжения, на развитие эмпатии и определенные эмоциональные паузы, да, когда. Такое у меня сегодня настроение, давайте определим, да, теперь я у вас определяю, теперь у друг друга. Вот это, много останавливаться не будем. И вот здесь хотела вам предложить такие технологии, да, вот, когда научить детей через мимику, жесты, выразительные движения, игры, этюды, психогимнастика, релаксация, да. Карточки настроения, когда дети раскрашивают квадратики в разные цвета и определяют, ну, или же смайлики использовать. Как прошел день, да, тоже карточки дети кладут, когда пришли, какое настроение, когда уходит. Вроде бы это такие незначительные, но в то же время ребенок должен задуматься о том, какое же у него настроение, да, когда он пришел или когда он уходит. Различаются или нет, вот, звезда дня, а такой плакат вывешивается в фотографии дошкольника, избранного звездой дня. Ну, и каждый ребенок по очереди занимает. Ценность такого компонента в том, что он направлен на формирование положительных диаконцентств, то есть именно самосознание и самооценка, да, потому что ребенок, каждый ребенок уникален, это центральное звено в любом проекте. Вот, картинки для уголка настроения, да, которым выбирает, какое настроение, это для маленьких детей более. И определяет, да, удивление, груз, плаксивость, да, почему, вот, да, вроде бы хорошее просто настроение, а здесь совсем радся. Эмоциональные шарики, да, тоже на определение, да, эмоции, когда дети особенно сами нарисуют. И вот такое высказывание, где были многие наши привычки, радости, как и многие наши проблемы и разочарования родов из детства. Поэтому важно на этапе дошкольного детства предупредить, да, чтобы вот с константом депрессии, к неврозам, она, они идут из детства, да, и не говоря уже о страхах. Так, спасибо. Смотрю, вопросы, да, вопросов нет. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда, что, о, да, на самом деле дети разные и умение застыть, скажем, на это внимание просто пришли, да, с каким смайликом. Какой смайлик отправили, мы уже, да, в сообщениях можем понять, какое настроение у собеседника. Социокультурные различия. Интересный вопрос, конечно. Это имеет значение, да, особенно, на мой взгляд, когда идет непринятие, да, детьми детей другой культуры, да, другой национальности. Почему? Потому что их родители так относятся, да, вообще к семьям. Это, конечно, проблема, да, и здесь, как раз, когда я преподавала, вот именно этнокультурное развитие, и у нас в республике очень много народностей проживает. Как же привлечь внимание и, как бы, снизить, да, конечно, это беседа с родителями, это привлечение через рассказы, как самих родителей, да, в детском саду, как самого ребенка, о самобыхности культуры своего народа, да, об обычаях, декоративно-прикладном искусстве, да, о красоте даже языка, да. И это важно, обращать на это внимание и говорить, что каждая культура имеет быть место, да, и нету такого плохого и хорошего. Можно ведь и примеры, да, о великих людях, которые несли вклад в искусство, в поэзию, да, в литературу и в другие стороны, да, жизни. Спасибо, да. Для педагогов, на мой взгляд, конечно, больше для воспитателей, но я думаю, что для учителей начальных классов тоже, потому что дети адаптируются в новом коллективе, да, и, как бы, им, ну, необходимо, да, понимать педагогам, то есть дети пришли, отучились, ушли, а что там происходит за школьной жизнью, да, как бы, это ведь тоже нужно определяться, и особенно, конечно, в взаимоотношениях с родителями. Интересный вопрос, да, можно выделить, как наиболее благоприятный для эмоционального общения. Но опять же, вот это беседы, это определение эмоционального состояния, что подтолкнуло на, скажем, негативное настроение, на негативизм по отношению к другим. То есть именно индивидуальные беседы и групповые беседы, консультации и с родителями, да, ну, и, конечно, работа психолога со всей группой. То есть это вот мы говорим, да, о тренинге, объединении тренинга коллектива, но и для детей тоже, как бы, необходимо проводить, да, на сплочении именно коллектива. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Поэтому, конечно, мы должны исходить из, от семьи, да, естественное сотрудничество с семьями, педагогами, психологами, социальными педагогами, да, в школе это должно быть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова